Шелли Дюваль, актриса, сыгравшая главную роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Эта роль далась Дюваль непросто, даже ее партнер по съемкам Джек Николсон замечает, что по отношению к ней Кубрик был совершенно другим режиссером. Кубрик громко жаловался, что Дюваль тратит его время, часто выходил из себя, кричал на нее и держал отдельно от других актеров. Кубрик заставил Дюваль сделать 127 дублей, это мировой рекорд. Сцены в отеле с бейсбольной битой. Дюваль так много плакала во время съемок, что довела себя до обезвоживания. В ноябре 2016 года Дюваль призналась, что страдает психическим расстройством. Хотя многие поклонники Джека Николсона считают китайский квартал одной из лучших его работ. Актрисе Фэй Данауэй пришлось тяжело на съемочной площадке. Она часто конфликтовала с режиссером Романом Полански, который обращался с актрисой жестко, если не сказать жестоко. Если он видел, что у нее выбились волоски из прически, он мог физически выдернуть их. Данауэй вспоминала, как, возмущенный ее макияжем, Полански хватал пудреницу и начинал самостоятельно наносить пудру на лицо Данауэй. Эффект был ужасным, но его методы еще кошмарнее. У меня было ощущение травли, я думаю, что то, что делал со мной Полански, граничилось сексуальным насилием, вспоминает Данауэй. По слухам, как-то раз, когда Полански не позволил ей сделать перерыв на туалет, она помочилась в чашку и плеснула ему в лицо. Впрочем, сама Данауэй отрицает этот эпизод. Джуди Гарланд, актриса, сыгравшая Дороти в известной экранизации «Волшебника страны Оз», ужасно несчастливой, к слову, неоднократно подвергалась приставаниям на съемочной площадке, в том числе со стороны коллег-актеров. Ее бывший муж Сит Люфт поделился в интервью, что Джуди рассказывала ему, как актеры, сыгравшие манчкинов, то и дело норовили сунуть руки ей под платье. Они напивались, а на съемочной площадке происходили совершенно отвратительные случаи с проституцией и оргиями. Гарланд упоминала, что руководство тоже проявляло к ней недвусмысленный интерес. Независимо от того, правдивы ли конкретно эти истории или нет, известно, что МГМ пичкала Гарланд адреналином, чтобы она дольше оставалась на ногах и была работоспособна, а также жестко контролировала вес девушки. Чтобы выглядеть стройнее, Гарланд носила тугой корсет, который скрывал ее формы, а также сидела на очень строгой диете. Чтобы не полнеть, Гарланд много курила, таким образом она могла подавить аппетит. Накануне того, как Мерил Стрип получила роль в фильме Крамер против Крамера, мужчина, которого она любила, скончался от рака легких. Ее коллега по кадру Дастин Хоффман отметил, как ей больно, и решил подлить масло в огонь, чтобы эмоции на экране были более настоящими. Так, перед сценой, где их персонажи спорят, он дал ей пощечину безо всякого предупреждения. Позже он то и дело задевал самые болезненные места, напоминая о смерти ее возлюбленного. А еще бросил бокал так близко к ее голове, что стекло насыпалось в стрип в волосы. Работа Хичкока «Птица» считается классикой жанра хоррор. Но мало кто знает, что актриса Типи Хедрин, сыгравшая в фильме главную женскую роль, пережила настоящий ужас во время съемок. Хедрин призналась, что Хичкок пытался полностью контролировать ее жизнь, он нанимал человека, чтобы тот следил за девушкой и запугивал ее дочь. Режиссер запер девушку с живыми агрессивными птицами, чтобы получить реалистичную игру. Ей сказали, что птицы в кадре будут механическими, но вместо этого люди, защищенные толстыми кожаными перчатками, швыряли ей в лицо живых чаек, воронов и ворон. Чтобы птицы не нанесли Хедрин непоправимых травм, их клювы были сцеплены резинками. Когда одна из птиц чуть не выклевала девушке глаз и поцарапала щеку, Хедрин просто разрыдалась. Врач настаивал на отдыхе, а Хичкок — на том, чтобы Хедрин продолжала. «Вы хотите ее убить?» — спросил тогда доктор. У актрисы Дебби Рейнольдс в отличие от ее коллег по площадке Джина Келли и Дональда Аконнора не было никакой танцевальной подготовки, поэтому она училась танцевать прямо во время съемок «Поющих под дождем». Келли заставлял Рейнольдс тренироваться снова и снова, и в конце 15-го часа работы у нее кровоточили ноги. Ее пришлось буквально уносить со съемочной площадки. Рейнольдс также рассказала, что от Келли ей поступали неприятные сексуальные авансы. Фото Гетто Имиджес